Были в матче с Конго, забив победный гол на последних минутах и подарил своей стране путевку на чемпионат мира. Первую за последние 28 лет. Однако важны подвиги Салаха не только на футбольном поле, но и за его пределами. Пока Мо забивал голы ворота Конго, его квартиру и квартиру его отца обчистил вор. Через несколько дней преступника арестовали, а отец Салаха подал заявление в суд. Однако сын попросил отозвать иск и отпустить вора. Более того, дал ему денег и помог найти работу. И это только одна деталь, характеризующая Мохаммеда как человека. На следующий день после выхода на чемпионат мира египетский бизнесмен Мамдух Аббас связался с Салахом и предложил его семье роскошную виллу, которую готов был подарить в качестве признания. Футболист сразу отказал и заявил Аббасу, что если тот хочет сделать ему приятно, то пусть пожертвует деньги на развитие деревни Нагрик, где он родился. На родной земле Мохаммед строит школы, крытые футбольные поля, закупает оборудование для спортзалов. Он жертвует деньги на больницы, лично купил недостающие препараты и машины скорой помощи. А еще он помогает молодым египетским парам заключать браки, перечисляя им деньги на проведение свадеб. Но все это цветочки по сравнению с тем, что он сделал в конце 2017 года. Египетский фунт был на грани падения, и вся экономика страны могла обвалиться. Чиновники заявили, что фунту срочно требуется поддержка иностранной валюты, которая в Египте всегда была дефицитом. Салах тут же перечислил государству солидную сумму и помог выправить положение. А еще МО помогает египетским футболистам-ветеранам, которые не смогли найти работу и поддерживает малообеспеченные семьи. Салах делает то, чего так не хватает сейчас его стране и всему региону. Он объединил Ближний Восток. Марокканцы, тунисцы, саудиты, кувейцы, жители Эмиратов и Омана – все хотят футболку с его фамилией. В Египте сложная экономическая ситуация, постоянно происходят теракты. Но Салах остается тем человеком, который по будням перечисляет деньги на помощь родной стране. А на выходных вся страна забивает бары, включает трансляцию игры Ливерпуля и в течение двух часов имеет возможность забыть о всех кошмарах, что творятся за пределами бара. Мохаммед Салах дарит своему народу надежду.